У миллиардеров другое отношение к деньгам. Для миллиардеров в сравнении со средним русскоговорящим человеком полет на частном самолете, как поездка на метро. Ламборгини, как детская машинка. Покупка частного острова, как первый взнос за ипотеку. Миллиардеры это не 1%. Они скорее 0,001% от всего населения. Что худшее в жизни миллиардера? Ничего. Совсем ничего. В китайском парламенте около сотни миллиардеров. Миллиардеры растут как грибы. В 1987 году миллиардеров было около 140 человек. В 2019 году их в 15 раз больше. 2153 миллиардера. И у них почти в 30 раз больше денег. Почти 9 триллионов долларов. Если бы они основали страну, она была бы девятой в мире по богатству. Немного богаче Канады и немного беднее США. У этих людей немыслимое количество денег, а их влияние ощущается в разных частях мира. Это сделало их символами неравенства и несправедливости системы и вызвало протесты и политическую активность в мире. Люди сыты по горло от жизни в стране и мире бедного большинства и богатого меньшинства. Но многие миллиардеры заработали состояние изобретениями, которые изменили жизнь. Некоторые больше, чем другие. Но почему же их больше, чем когда-либо? И хорошо это или плохо? Узнаем в этом видео. А пока не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Итак, Луиза Гролл создала один из самых популярных рейтингов богатых. Неудобно говорить, как давно я пишу о богатых людях. Когда список начали составлять в 1981 году, для поиска богатства было несколько очевидных мест. Например, Техас, в котором создавались нефтяные состояния. Затем Кремниевая долина, где технологии начали свой рост. А затем в Нью-Йорке сотрудники Форбс буквально ходили по городу, выясняя, кто чем владел. Оказалось, что отыскать богатых очень сложно. Очень немногие думали, что им это удастся. Но в конце концов, в сентябре 1982-го был опубликован первый список Forbes 400. В первом рейтинге богатых были 11 наследников Джона Рокфеллера. Рокфеллер жил в конце 19 века в США в эпоху позолоченного века. Известную первыми миллиардерами, начинавшими с нуля. В современных деньгах состояние Рокфеллера и Корнеги в два раза большее состояние самого богатого человека в мире. У Джона Рокфеллера было 367 миллиардов, у Корнеги 337. Основатель Амазон Джефф Беттас владеет 115 миллиардами. А самый богатый человек на планете Бернард Арно, который владеет группой компании Lou Vuitton, имеет состояние 116,5 миллиардов долларов. Период позолоченного века характеризовался не только поражающими состояниями, но и массовой коррупцией. Марк Твен придумал термин «позолоченный век», так как все состояния блестели снаружи, но были гнилыми внутри. Корнеги, Вандербильд и Рокфеллер заработали на связях в политике, объединении производств в трастах, эксплуатации рабочих и неуплате налогов. До этих времен сложно сравнить богатство, но баснословные богатства, скорее всего, были у императоров. Например, Октавиан Август, император Рима, или китайская императрица Ву, или Манса Муса, правитель империи Мали, контролировавший один из богатейших источников золота. Он был настолько богат, что его указывали на важных картах средневековья. Магнаты подзолоченного века зарабатывали иначе, основывая успешные компании. Стремительному росту богатства в то время способствовали созданию первой континентальной экономики в США, а также появлению крупнейших корпораций. Например, ЖД-компания Вандербильда, которая построила часть из более 300 тысяч километров новых ЖД-путей, впервые соединивших континент и превративших США в экономическую супердержаву. Сегодня количество миллиардеров растет из-за роста мировой экономики. Это помогло всему миру разбогатеть. Во всем мире неравенство сокращается. Это связано главным образом с быстрым подъемом бедных стран. В последние десятилетия самый быстрый рост отмечен в Китае. Китай 40-50 лет назад был страной с большинством населения в крайней нищете. Китаю почти удалось избавиться от крайней бедности. До 1978 года китайских миллиардеров не существовало. К 2017 году Китай штамповал по два новых миллиардера в неделю и был вторым по их количеству в мире после США. Неудивительно, что предприниматели становятся очень богатыми и быстро накапливают состояние. Похожая история и в Индии. Развивающаяся экономика избавила миллионы людей от бедности и создала более 100 миллиардеров. Между современными миллиардерами разница огромна. Состояние 94% миллиардеров составляет 10 миллиардов долларов или меньше. Состояние 5% между 10 и 30 миллиардами. А 1% из списка мегамиллиардеры с состоянием 30 миллиардов и больше. Я смотрю на них и думаю, у них настолько больше денег и тут же я дергиваю себя, тебе ли не жаловаться. И хотя индустрия технологий не лидер по миллиардерам, в ней больше всего мегамиллиардеров. Есть выражение, все достается победителю. Разработка веб-сайтов или приложений не требует большой команды, а выход на рынок происходит мгновенно. Поэтому Google это синоним слова поиск в интернете. Сюда поступают более 90% поисковых запросов. А его основатели занимают 10 и 14 место в списке самых богатых людей в мире. По числу пользователей Facebook лидер среди соцсетей. А основатель сети 8 в списке богатейших людей мира. Почти 50% онлайн покупок в США совершается на Amazon. В 2019 году основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире. Знаменитости, такие как Опра, Кайли Дженнер и Майкл Джордан находятся в нижней части рейтинга миллиардеров. И никто из них не в списке благодаря своей работе. Майкл Джордан заработал 90 миллионов, играя в баскетбол. А реклама у него стоит около 1 миллиарда, как и его доля в баскетбольной команде. Он стал миллионером благодаря работе, а миллиардером благодаря влиянию капиталом. Капитал это любые активы, приносящие деньги. Дум может быть вашим капиталом. Акция это капитал. Узнаваемость может быть капиталом, если вы Майкл Джордан. Патенты на лекарства или технологии – это капитал. Авторские права на Микки Мауса тоже. Я выросла с Диснеем, и состояние пришло вместе с этим. Вы не зарабатываете миллиарды, получая обычный доход и платя с него налоги. Так не работает. Владение создает богатство. Большинство богатых зарабатывают своим трудом. Но чем вы богаче, тем меньше зарабатываете трудом и тем больше капиталом. Составляющая 0,001%. Это выдающийся пример этого. В целом доход в экономике сместился от труда. Капитал – это самое базовое условие. Это потому, что у мировых брендов есть не только мировой рынок, но и мировая рабочая сила, которая теперь зачастую даже не нужна. Швейная промышленность. Ряд нововведений изменили ее за последние два века. Технологии нововведения повышали продуктивность и доход. Сегодня почти все портные в развивающихся странах – это дешевая рабочая сила. А машины начинают полностью заменять людей. Например, машинка-робот SoBot. Она заменяет тонкую ручную работу, а скорость ее работы равна скорости 17 рабочих. Таким образом, цена для потребителей снижается, а владельцы капитала богатеют. Владение капиталом, особенно владение акциями корпораций – это в основном у дел немногих. Как в случае с миллиардерами-владельцами H&M, Zara и Walmart. А когда у вас есть такой капитал, он просто растет. Деньги к деньгам. Вы закрываете их в комнате, а они там размножаются. Примерно так это работает. Как говорил Эдгар Бронфан, наследник состояния, Сигреем, линии алкогольных напитков. 100 долларов превращается в 110 благодаря работе. 100 миллионов превращается в 110 сами собой. Так, если у вас есть 100 долларов, вам сложно их не тратить и инвестировать. А 100 миллионов превращается в 110, если вы оставите их на фондовом рынке, не пошевелив за год пальцы. Очень быстро за пару поколений вы увидите династию или несколько династий. А учитывая силу влияния денег на политику, мы точно не хотим этого. По одной из оценок, 13% миллиардеров унаследовали состояние, а 56% заработали его сами. Но отличить одних от других очень сложно, потому что многие приумножили унаследованное. К этой категории относятся еще 30% миллиардеров. В 2014 году Форбс придумал так называемый рейтинг самостоятельности. Он начинался с единицы для тех, кто унаследовал деньги и ничего серьезного с ними не делал, просто жили себе и все. 10 означало историю обогащения бедняка. Например, Опра Уинфри попадает в эту категорию. В этом году модель и участница телешоу «Семейство Кардашьян» Кали Дженнер скандально вошла в рейтинг. Она нашла способ монетизировать подписчиков в Инстаграм и славу ее семьи. Новый самый молодой миллиардер, сам сделавший состояние. Другие также заработали миллиарды спорным путем. Включая в список российских миллиардеров-олигархов, Форбс не были уверены, как еще назвать этих людей. Некоторые называют их клептократами. От греческого «клептос» — «вор» и «кратос» — «власть». Это связанные с властью люди, разбогатевшие на природных ресурсах страны. Это произошло после распада СССР в 1991 году. В России около 100 так называемых миллиардеров в первом поколении. В списке Форбс не существовало категории для получивших дешевые активы путем воровства или сговора с правительством. Экономисты говорят, что многое зависит от того, каким путем было заработано богатство. Получили ли вы его в ущерб другим? Или вы становитесь богаче, создавая новые, полезные для общества продукты? Это два радикально различных способа разбогатеть. В позолученный век миллиардеры возвращали многое общество, как Эндрю Карнеги. Карнеги говорил, что богатым стыдно умирать со своим богатством. Поэтому, куда бы вы ни пошли, вы видите институты, библиотеки, залы Карнеги, университет Карнеги. Вы видите наследие денег, которые вернули обществу. Традиция продолжается и сегодня. Около 200 миллиардеров подписали клятву дарения, пообещав отдать минимум половину состояния. Они занимаются тем, что обычно делают правительства, борются с инфекционными болезнями, финансируют строительство олимпийской инфраструктуры, как несколько российских миллиардеров для зимних Олимпийских игр в 2014 году. Или делают образование доступным, или ремонтируют важнейшие объекты инфраструктуры. Например, там, где штат Мичиган и город Флинн оказались бессильны, миллиардер Илон Маск решил кризис водоснабжения. Было много разговоров о том, как собрать 55 миллионов среди богатых и вернуть во Флинн. И я была решительно против этого. Да, было много случаев помощи и пожертвований, и это здорово. Но проблема носит структурный характер. Мы не хотим, чтобы граждане зависели от неподконтрольных частных лиц, которые могут решить или не решить вашу проблему с инфраструктурой, с правительством, с базовыми правами человека. Коммунальное хозяйство финансируется из налогов, но в большинстве богатых стран налоги на трудовые доходы выше налогов на капитал. В налоговой системе принято решение об обложении работы большим налогом, чем владением активами. Мне правда несложно платить больше налогов. Я не хочу сказать, что я должен платить налог в 90%, ведь так мне придется отказаться от таких вещей, как инвестирование в предпринимателей, стартапы и филантропические проекты. И даже если решить увеличить налог на богатых, в глобальном мире такой закон сложно принять. Лучшей аналогией для офшорно-финансовой системы является экосистема. Несколько маленьких стран, иногда больших стран, создают особые законы. Например, уклонение от налогов – специализация Каймановых островов. На Каймановых островах есть здание, одно здание, в котором зарегистрированы 20 тысяч компаний. Этот почтовый адрес позволяет им воспользоваться налоговыми льготами островов. В Люксембурге или штате Долавер в США можно уклониться от уплаты налогов. Для ухода от налога на наследство одним из самых популярных мест является остров Джерси в Европе. Острова Кука, иногда называемые островами нечестных, специализируются на укрывании активов от кредиторов. В этом вся их деятельность. В 2016 году эта система стала известна всем. Новые данные о том, где ее богатые прячут деньги, потрясли страны со всего мира. Это называют Панамский архив. 11 миллионов документов, если точнее. Самым шокирующим был список лиц мошенников. Разношерстная команда звездных спортсменов, например, Лионель Месси, представителей шоу-бизнеса, например, Джеки Чана, также королевы Елизаветы, некоторых членов Палаты Лорда. Но сильнее всего шокировал анализ этих данных. Анализ скандинавских стран показал, что в среднем большинство избегает уплаты 5% налогов или меньше. Самые богатые 0,001% людей в мире не доплачивают до 25% налогов. В целом, эквивалент 10% мирового ВВП был спрятан на обшорных счетах. Это триллионы долларов. Скандал сильно задел и Россию. Более половины богатства были спрятаны в обшорах. Очень много недостающих налогов на коммунальное хозяйство или олимпийские объекты. Всем запомянутых в этой утечке, скорее всего, помогли. На своих яхтах они не зубрят налоговый кодекс Каймановых островов. Богатые нанимают для этого людей. Как они нанимают уборщиц, прислугу для ухода за домом, нянек для детей. Миллиардеры могут быть восьмой страной в мире по богатству, но во многом они также люди совсем без страны. Эксперты помогают им выбрать законы любой из понравившихся им стран. Глобализация открыла множество способов спрятать деньги. Территория из роскошных небоскребов к югу от Центрального парка Нью-Йорка – это улица миллиардеров. В Нью-Йорке миллиардеры покупают эти, мягко говоря, роскошные квартиры за десятки миллионов долларов. Средняя сделка у них немного выше 18 миллионов долларов, а у среднего клиента состояние от сотни миллионов до миллиардов долларов. Недвижимость в Нью-Йорке является частью этой глобальной экосистемы по сокрытию богатства от закона, отмыванию денег и прочих вещей, находящихся на грани законности. Желающих сохранить деньги, иметь сейфовую ячейку в небоскребе, покупать недвижимость для хранения денег в надежном месте, возможно, подальше от своей страны, где их могут обложить налогом или отобрать. В начале 2018 года 72% квартиры стоимостью более 10 миллионов долларов были куплены с помощью ООО, чтобы сохранить имя владельца в тайне. Нужно лишь организовать организацию или траст, или ООО, которым владеет другое ООО, которым владеет траст. Вычислить конечного владельца будет практически невозможно. В том числе поэтому так сложно узнать местонахождение миллиардеров, их количество и величину их состояния. Государства не отслеживают богатства за пределами своих границ, поэтому рейтинги Forbes лучше из имеющихся источников, и он ненадежен. Список Forbes 400 или любой другой опубликованный список богатых недостоверен. Они основаны на общедоступной информации. Большинство миллиардеров скрывает две трети своего богатства. Они сами не могут знать, сколько у них денег. Нефтяной магнат Нельсон Банкер однажды объяснил это Конгрессу США. Когда его спросили, каково ваше состояние примерно, он ответил, те, кто знает себе цену, обычно ничего не стоят. При покупке актива, который не зарегистрирован на бирже, вы сами устанавливаете его стоимость. И некоторые политики так и делали. Дональд Трамп и его отец присутствовали в первом списке Forbes. И даже в этом первом списке было примечание, что их состояние 500 миллионов, по их словам. Предприниматели могут хотеть попасть на обложку Forbes. Им выгодно выглядеть богатыми и получить славу богачей. Но не все этого хотят. Даже Forbes признает, что недооценивают размеры состояний. Мы всегда думаем о том, сколько же мы упустили. Если честно, это то, что не дает мне заснуть. В позолоченный век первые миллиардеры не просто так расставались с деньгами. Вмешалось правительство. Эра прогрессивизма дала старт новой волне законов, разбивших главные трасты, такие как Стэндард Оил. Тедди Рузвельт получил за это прозвище «разрушитель трастов». В глобализированном мире обуздание богатых немного отличается. Европейский Союз вынес налоговые гавани в черный список. Но результаты мы увидим позже. В США левые политики начали добиваться высоких налогов для богатых. На их стороне большинство американцев и даже некоторые миллиардеры. То, как миллиардеры получают богатство, важная тема для государственной политики. Нравственность – это их личное дело. У всех нас сложные отношения с миллиардерами. Если им не хватало славы, то мы их прославили. Мы сделали их влиятельными. И они делают невероятные вещи на свои деньги, иногда успешнее правительств. Страна миллиардеров может скоро стать самой богатой в мире. Их деньги могут быть в разных странах, но их страна будет повсюду. Ставь лайк, подписывайся на канал и увидимся в новых видео. Пока.